Всем привет, меня зовут Пауль Крец, я нахожусь у себя в студии, которая находится в полном бардаке и ремонте, но тем не менее я буду здесь встречать новый 2019 год, и сейчас расскажу вам, как все это происходит, и немножко покажу, как это произошло. В этом году у меня уже традиционно не было никаких планов на Новый год, на встречу, на празднование его, а один из моих старых и самых, наверное, успешных клиентов моей студии, кстати, если вы ничего об этом не знаете, посмотрите вот здесь вот по ссылочке видео обо всех моих музыкальных проектах. Так вот, один из клиентов моей студии давным-давно, уже в течение полугода просил меня сделать новую запись, то есть приехать ко мне в студию на запись, но я говорил, что моя студия на ремонте, и когда все это закончится, неизвестно. На данный момент она все еще на ремонте, но кое-что уже можно делать, поэтому мы решили с ним все-таки приступить к записи. И в процессе обсуждения мы выяснили, что ни у него, ни у меня нет никаких планов на встречу Нового года, поэтому решили, почему бы не поработать в этот день. Ну и так уж получилось, что и встретить Новый год вместе, потому что работы у нас все равно на два дня, ему в любом случае надо оставаться у нас в городе, потому что он и сам из Москвы, даже не из Москвы, а из другого подмосковного города. Вот, и фактически получилось так, что мы встречаем с ним Новый год вместе. Соответственно, весь день 31-го числа мы записывали партии, работали над аранжировками и так далее. Вот, а в конце, прямо перед самым Новым годом, мы записали с ним интервью об этом самом проекте, потому что мы сотрудничаем с ним давно. Но это интервью, фрагментик его, вернее кадр, вот здесь можно видеть у меня за спиной. Оно будет, конечно же, смонтировано и выложено на моем канале, но гораздо позже, потому что требует, как я уже сказал, монтажа. Ну а пока я покажу вам последние минуты уходящего 2018 года и первые минуты приходящего 2019 года. То есть, как мы, собственно, встретили Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень. Я чувствую котлету. Тепло, котлетное тепло. И ее внимание. Ты внимаешь котлете. Нуждаешься в помощи? Или одинок, или более? Я счастлив. Мечты сбываются у тебя? Остался один процент. Мечты? Да. У каждого сейчас свои ожидания. Дорогие друзья, у каждого сейчас свои ожидания. Я вот никогда не ожидал, что буду ехать так далеко. Встречать Новый год с каким-то жирущим тут мужиком на диване у себя в студии. А ты как? Как тебе вообще пришло в голову это? Куда-то уехать на Новый год, блин? Как там семья, телочки там, ну где обычно праздновать, друзьяшки там, бухать? Ну просто не хватило билетов на поезда, на отели. Все акции закончились. Это горящие туры. Горящие туры тоже сгорели. Мы вынуждены сидеть сегодня здесь. То есть вынуждены терпеть меня здесь? Терпеть. Есть котлеты и салатик, да? Да, терпеть образование и кундук. И терпеть тут празднование и празднование благосостояние и качество жизни. У тебя есть благосостояние и качество жизни? Пенсионный фонд России. Отделяют нас от петарды. Все, несколько секунд. Отделяйте от бенгальского огня. Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова. Поблагодарим родителей. Нежно и крепко обнимем детей. Раскроем свои сердца навстречу друг другу. Ты готов раскрыть свое сердце навстречу мне? Мир наполняется любовью и доверением. Наш с тобой мир наполнится любовью. Мое сердце открыто. А твое? Кое-что дооткрыто, конечно. Словом, говорит, 2000. А что, ну еще... Нихт Нью Йор. Ты должен загадать желание, ты скажи его на камеру. Желание? Не, я не могу на камеру. Ты что, такие желания на YouTube не пускают. Удалят. Google Chrome удалит. Да, да, да. Вот, ну... Желание отметить Новый год и прожить его еще, в принципе, не так просто. Чтобы записать с самым лучшим клиентом еще один трек. Да, да, да. Еще, ты думаешь, ты осилишь два в одном? Два трека в одном году. Ну вот. Сейчас как раз возьмем гитару, досочиняем материал. Ведь флажолеты допишем. Допишем флажолеты. Да, вот такая сегодня пати у нас. Пьем, ну-ка, что-то, что-то какие-то напитки там пьем. У меня толстая крошка. День. Толстая. А у меня детский пластид, это стаканчик картонный. Что, детский пластид? Детский. Картонный стаканчик просто у меня. Ну что, все, ну с Новым Годом! У-у-у! Давай соляку под гимн. Стаканчик с сока. Пасия. Вот и все, встретили Новый Год называется, блин. Ну все, теперь можно все заново, ничего не делать. Вот, снова уходить на каникулы, как будто мы не из них возвращались. Вот так вот я встретил Новый Год. Кстати говоря, последние все годы я встречал в одиночестве. Сегодня я слушаю прогресс уже, видишь, не в одиночестве я встречаю Новый Год. Встречаю с другом и клиентом в одном лице. Вот, ну и с собой еще в одном лице, в дополнительном лице. Я не знаю, правда, в каких лицах мы проведем дальше Новый Год, да? В каких? В синих? В синих лицах. В синих лицах, но мы сейчас пойдем еще, может быть, поищем каких-то лиц. Синих или которые нужно подсинить. В принципе, это возможно. Возможно. А я не знаю, там еще не шли взрывы. Новогодние теракты. Ну давай, доставай свою хлопушку. Я думаю, что да, на этом. Хлопки мы закончим. Такая вот елочка у меня там вроде. Дирижер Алексей дирижирует в Новом Году. Ну и все, наверное, на этом новогодний... Давай, пара фоток. Хотел только закончить новогодний влог. Ты делаешь фотки? Чего-то про ебанное там поелся. За это не забанят, за такие танцы под гимн России? Или это патриотический танец? Я только что его придумал. Тего лишь надо взять и запить. На этом новогодний влогик мы пока закончим. А на улице посмотрим. Может, мы какой-то синеву еще встретим. Ну что, друзья, Алексей я отправил погулять с одной своей знакомой. Так что пожелаем им приятной уже ночи. А сам остался в студии. По крайней мере, пока. Не знаю, может быть, поотправлюсь на квартиру. Может быть, останусь здесь ночевать. У меня здесь вон даже елочка есть. Как-то уж так повелось, что последние года три уже, или даже не знаю сколько, я встречаю в одиночестве. В общем-то, нисколько от этого не страдая. Более того, по-моему, с 14 на 15, что ли, год снял довольно забавный ролик о том, как я встречаю Новый год. Рассказываю там даже эпичную историю. Так что посмотрите. Может быть, будет вам интересно. Ушедший год, в принципе, как и все предыдущие, был довольно насыщенным и полным как радостей, так и разочарований. Это абсолютно нормально. Я думаю, что так было, так есть, так и будет. А в наступающем, конечно же, желаю вам заниматься только тем, что вам нравится. Если вы занимаетесь тем, чем вам приходится заниматься и вынуждены, то стремитесь все-таки к тому, чтобы заняться тем, к чему у вас действительно лежит душа, к чему у вас есть желания и способности. С вами был Павел Крец. С наступившим 2019 годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова